Собака В связи с этим очень интересная штука Когда вы говорите собаке Ко мне Вы выдаете собаке сигнал И этот сигнал обладает определенными характеристиками Он обладает определенной громкостью Он обладает определенной тональностью Или еще и интонацией говорят Он обладает определенным тембральным диапазоном Если вы произносите собаке команду А мне С ее точки зрения это совсем другая команда Это совсем другой сигнал Дело все в том, что в данной ситуации Вы привнесли человеческий смысл в дрессировку Вот вам хочется собаку наказать Она вас вывела из себя и так далее Вы кричите Ко мне Вы справились с собой Вы кричите вот таким образом И собака выполнит Если уж она это не выполнит Происходит корректировка и так далее Но если вы, выйдя из себя Кричите Вы произносите абсолютно другую команду На которую собака Скорее всего не знает как реагировать Это Две команды С ее точки зрения Различны между собой Точно так же как Геленваген и Тойота Камри Вот абсолютно две разные команды Таким образом Первое что Вы не должны привносить человеческий смысл в дрессировку В произнесении команд Вы должны постараться Смотреть на мир глазами собаки И вот это единственный путь Правильный и прогрессивный путь Для того чтобы продвинуться вперед в дрессировке Если вы смотрите на мир Не получается смотреть на мир глазами собаки И мыслить ее логикой Логикой животного Ничего не получится Скажите мне пожалуйста Какие Я спрашиваю сейчас не инструктору Я спрашиваю обычных людей Какие на ваш взгляд Интересы Можно использовать в дрессировке собаки Какие ее интересы Основные системы Ну вот интересно давайте Опасно не опасно Такого я инстинкта не знаю Опасно не опасно Пожрать Всегда поиграть Так вот это правильно Инстинкт самосохранения Это тоже самое Пожрать не пожрать Инстинкт выживания И продолжение рода А инстинкт выживания А инстинкт выживания И инстинкт самосохранения Как-то между собой связаны Я бы не сказал Я бы не сказал Как следствие Как следствие Как следующий инстинкт Это не один и тот Понятно Ну вообще в последнее время Я где-то в этом согласен Ученые Стараются избегать Как ни странно Термина инстинкта Чаще стали употреблять термин Врожденные реакции Врожденные реакции Они могут быть и там длинные Целые цепочки Могут быть короткие Какие угодно Так вот Реакции связаны с самосохранением Безусловно Сто процентов Наверное вы имели в виду Пищедобывающие реакции Ну да Да Которые тоже связаны С выживанием Это понятно Но это несколько иное Это пищедобывающая реакция На инстинкте самосохранения Собак дрессируют Это используют? Да по-новому нет Шокеров Длиннего естественного Так Электрошоковый ошейник Почему нет? Любой жесткий ошейник Строгий ошейник Да Скажите пожалуйста Вот я буду Я буду стараться Поскольку для меня во многом родные люди Я буду стараться быть максимально честным Я не буду Каких-то вот таких вот Окольных путей Да И там рассказывать вам Про красивую дрессировку Бесконтактную Через понимание Это все пиар-ходы Я буду говорить честно Вот как оно есть на самом деле Потому что Потому что Можно конечно Привлечь огромное количество аудитории Можно Привлечь Большое количество Что уж там говорить Клиентов Да Если рассказывать О такой Воздушной дрессировке Через понимание Через вызывание У собаки У собаки Некой энергии Там Влияние На собаку Своей энергии Восприятие Её энергии Сливание С собакой В каких-то экстазах Там Я не знаю Что ещё Понимаете Но Но Я говорю О том Во что я верю И что Я видел В течение 30 лет На дрессировочных площадках В своих руках В руках моих дрессировщиков Моих коллег Инструкторов И тренеров Значит Инстинкт самосохранения Безусловно Пищедобывающие реакции Безусловно Скажите мне Пожалуйста Дорогие мои А в нашей с вами Жизни Отвлечёмся На секунду От собак Инстинкт самосохранения Присутствует? Да Мы учимся Через инстинкт самосохранения Мы сами Лично С двухлетнего возраста Когда пытаемся Засунуть Руя пальцы В розетку Супер Одесса Жжёт Понимаете И пальцы В розетку И через дорогу Перейти И как угодно У нас Огромное количество Навыков У людей Которые связаны И базируются На инстинкте самосохранения Ну почему же мы Пытаемся Как то вот В сторону Социалистов Утопистов Сертамазо Кампанело Город солнца Понимаете В моём мире Живут эти Радужные пони Которые Какают бабочками Да Сами бегают за хозяином Иногда Покрыкивают Ну этого не бывает Это Торможение Это какие то пиар ходы Понимаете Мы Будем смотреть Правде в глаза Да Да Если мы Видим У себя На поводке Сильную Твёрдую Жёсткую Достаточно Агрессивную Собаку Которая Понимаете Поэтому Используются Вот эти вот Все реакции Значит Вы ещё назвали Так называемое Половое поведение Связанное с продолжением Рода Ну я так хочу сказать Что В дрессировке Это не используется Малая соль Это не используется Нет Ведутся опыты В эту сторону Да Редактор субтитров Корректор Субтитров 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 Корректор Субтитров